Есть вещи, о которых парни никогда не расскажут девушкам. Иногда это в общем-то к лучшему. Если вы впервые на нашем канале, советуем подписаться, чтобы не пропускать интересные ролики. Сегодня мы расскажем вам о 10 вещах, о которых парни регулярно врут. Не забывайте подписываться на наш паблик ВКонтакте, там ежедневно публикуются всякие смешнявки. Обязательно подписывайтесь, ссылка в описании. Ему не нравятся твои шутки. И вероятнее всего, он считает, что у тебя вообще нет чувства юмора. Ты и подумать об этом не могла, правда? Он же всегда смеется, если ты шутишь. На самом деле, ему едва ли смешно, просто потому, что мужские шуточки гораздо жестче женских, в большинстве случаев. Но, конечно, не всегда. Мы не говорим обо всех парнях. Грубость, неполиткорректность, высмеивание чужих недостатков и нецензурщина. Вот четыре кита мужского юмора в большинстве случаев. Мысли о бывшей. Просто так бывает, не сложилось. Но девушка никогда об этом не узнает. Скорее всего, спросив о бывшей, девушка не узнает от него самого. А если вдруг наткнется на какое-то упоминание о ней и задаст вопрос, то вынудит парня врать. Он быстренько припишет ей какой-нибудь ужасный недостаток, с которым якобы не мог мириться. Но на самом деле, парни часто думают о бывших. Страх. Пауков, глубины, мертвых птичек или подкроватной буки, которая откусит парню ногу. Фобии есть у всех, но только женщина может в этом признаться. Потому что, опять же, страх – это не по-мужски. Это во-первых. А во-вторых, парню просто страшно говорить о том, чего он боится. А напишите в комментариях, какие страхи есть у вас, чего вы боитесь. Парни ждут комплименты. Прошли те времена, когда мужчина был хорош просто потому, что он мужчина. Теперь ему недостаточно быть чуть красивее обезьяны, потому что теперь не мужчины выбирают женщин, а женщины-мужчин. Проблема в том, что говорить комплименты мужчине все еще не принято. Максимум – можно его похвалить за что-нибудь или поблагодарить. Парни это любят. Интимные проблемы. И даже если парень молод и здоров, его орган доблести пару раз да отказывал. Просто потому, что организм системы мужчина – штука живая, а значит непредсказуемая. Но он, конечно, никогда девушкам об этом не расскажет. Ни за что. Одиночество. Одиночество – непременное условие нашего нормального существования. Если мы никогда не останемся в полном одиночестве, наш мозг решает, что вокруг что-то не так и запускает механизм защиты от стресса. Парни любят иногда побыть в одиночестве. Об этом они почти никогда не расскажут девушке. Парни не всегда хотят секса. Это нормально. Не нормально всегда его хотеть, если мужчине не 16 лет, конечно. Но в этом случае все понятно. Мальчик вырос, и гормональная система обрушила на него весь этот кошмар, с которым он не в силах справляться. А взрослый мужчина – это совсем другая история. Но почему-то считается, что отказывать даме в интимной близости не по-мужски. Поэтому он тебе ни за что не скажет, что не хочет. Ценности. Социологи утверждают, что среднестатистически мужчина скрывает от партнерши от 10 до 20 процентов своего дохода. То есть если у него есть зарплата, у него точно есть заначка. Просто ему так спокойнее. Но 20 процентов – это даже не четверть дохода. Мелочи. Не о чем говорить. Рукоблудие. Регулярное. Парни, ставьте лайки, если это правда. Парни полагают, что это страшные тайны, о которых девушки не должны знать. Тут больше нечего сказать. Это и так все знают. Ты его первая женщина. И мы переходим к последнему очень небольшому пункту. У девушки есть шанс выведать любую тайну мужчины. О том, как они это делают, можете посмотреть в нашем предыдущем ролике. Ссылка в описании. Любую тайну, но только не эту. Девушки, просто смиритесь. Он никогда вам об этом не расскажет. А на этом все, друзья. Мы надеемся, вам понравился этот выпуск. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать наши интересные ролики. Подписывайтесь. Хорошего всем настроения и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok